Давайте продолжим вместе с Верат Пурушей удивительное, мистическое, абсолютно, в общем-то, непонятное нам путешествие в процесс творения разных частей тела Верат Пуруши. Совершенно удивительна их последовательность, но как только мы начинаем ближе присматриваться к этим всем вещам, у нас возникает огромное чувство благодарности к непостижимо милостивому Верховному Господу, даже просто изучая и анализируя Верат Пурушу и его творения вместе с его желаниями. Итак, вспомним, что Господь уже создал анус для того, чтобы выводить остатки съеденного, кроме того, Он создал также пупок, воздух исхода Абхана и смерть. Пупок – обитель смерти и разделяющий силы. Все подготовлено к тому, чтобы, о Господи, проявилось желание есть, есть уже возможность выводить остатки, непереваренные остатки потребленной энергии в разных формах, есть возможность растить тела и создавать прецедент их появления на свет и исчезновения, чтобы не было бесконечного перенаселения в бесконечной вселенной. И так что, естественным образом, создается следующее желание есть и пить. У Господа возникает это желание, и тогда появляется живот, кишечник для переваривания репанья и артерии. Очень интересно то, что источником питания и обмена веществ в теле Велак Пуруши во Вселенной, а также в телах всех живых существ, являются реки и моря. Итак, наконец, получив возможность есть и пить, возможность переваривать и выводить остатки, потребленные в разных представленных, в разных формах энергии, пищи, Велак Пуруша, развивать желание размышлять о том, как действует его энергия. Что же возникает первым с желанием, вместе с желанием разумышлять его материальной энергией? Возникает сердце, сердце, которое является местопребыванием ума, а также ум, луна, которая правит умом, а также решимость санкалпа и желание, совокупность всех желаний. Давайте же посмотрим на это удивительное явление. Итак, рождённым на Западе сегодня очень сложно обращать большое внимание на сердце, а вот для Ваговы это совсем несложно рассказать нам, что на самом деле сердце – это главный орган не только чувствования, но и мышления, и манас ума расположен в обители сердца. Кроме того, есть и ум существующий в мозге, но, собственно, это один и тот же ум, и неэмоциональный ум считаться не может. Давайте разберём всё, почему это так. На самом деле, без присутствия сверхдуши параматмы, живое существо просто не может начать действовать в соответствии со своими прошлыми поступками и желаниями. Карма чудана – это желание, импульс заниматься кармой исходит не только от желания живого существа, нет-нет, его всячески подхлёстывает сверхдуша. Это очень важно понять. Обусловленные живые существа в материальном мире вместе со всеми своими природными наклонностями, проявивших, не смогут до тех пор, пока сверхдуша не наградит их соответствующим материальным телом, а также материальными желаниями и способностью их выполнять. Ведь обусловленная душа, пробуждайся, без вечного или почти вечного знания невежества совершенно не знает, какие обязанности у неё существуют, какие желания, она не может даже действить свои желания. Что уж говорить о том, что она не знает, откуда взять энергию для их выполнения, существования. Итак, материальный, заметьте, материальный ум живого существа начинает развиваться только когда в его сердце входит сверхдуша. Уже после этого проявляется божество, которое руководит умом, и это луна. Потому что луна переменчивая даёт уму своё особое шахте изменчивости, неконтролируемости. И дальше потом появляется все совокупность, скорее мышление, эмоции и желания. Это всё деятельность ума. Итак, ум не может начать действовать до того, как появится сердце. А когда возникает сердце? Сердце возникает тогда, когда у Господа появляется желание созерцать деятельность материального творения. Когда же? И почему у Господа возникает желание созерцать деятельность материального творения? Мне интересно, что, Господу, не очень понятно желаний повстанческих живых существ, которые желают, будучи его неотъемлемыми частицами, неразделяемыми с ним, желания уйти от него, отвернуться от него, желания попытаться наслаждаться в материальном мире, или стать повелителем, контролирующим, наслаждающимся в месте, где просто нет радости, наслаждения и вечности. Для Господа это вечная загадка, и он вечно пытается ее решить, помогая живым существам осуществлять их очень странные в точке зрения духовного мира желания, пытаясь понять, и в то же время из огромной милостивости к ним даруем возможность действовать с весьма ограниченной, но свободой. Милость Господа на всех проливается, бесконечно он пытается понять нас в условенных живых существ, и пытается всячески помочь нам осуществить наши желания с тем, чтобы когда-то мы получили возможность опять повернуться лицом к нему и увидеть его сияющий лифт, его добрые глаза, немного печальные, потому что ему очень не хватает. Поехали!